За полгода, прошедших после трагического ухода Рувима Стукова, произошло многое. Прежде всего началась война, но даже несмотря на это, интерес к событиям, связанным с Рувимом, не угасает. О видеосвидетельствах, комментариях, семье Стуковых и новом старом YouTube-канале мы поговорим в этом выпуске. Еще в начале февраля этого года Церковь Спасения анонсировала видеоконференцию «Ты, Господь, моя надежда». Она состоялась 12 марта. Несмотря на трагические события, которые разворачивались в это время в Украине, интерес и востребованность темы конференции был высоким. На ней звучало много добрых свидетельств о Рувиме, песнях и жизненных переживаниях. Вот короткий отрывок одного из них. И для меня это, знаете, как явилось таким прообразом, которое произошло за несколько месяцев до войны и дало время распространить эти песни, которые сейчас, как делился Валерий из Харькова, могут слушать и могут славить Бога даже в таких губительных обстоятельствах. И для меня очень, например, сегодня важно распространять дальше и дальше свидетельства о Рувиме и его песне. Потому что это действительно, если меня в обычном времени они поддерживают и так сильно касаются, то людям там это действительно сейчас очень необходимо. За три дня до видеоконференции произошло еще одно событие. Это рождение Рувима. У Даниила и Дженни родился сын. Родители благодарили за молитвы и за такой чудесный подарок весом 3,5 килограмма. Да, родился сын, внук и племянник Рувим Данилович Стуков. Друзья, не подумайте, что это какие-то светские новости и такое внимание излишне. Семья Стуковых для многих из нас не безразлична. Она вошла в наши дома и сердца. И мы как будто бы пришли в гости к ним и рассматриваем семейный альбом людей, которые нам близки. Надеемся, маленький Рувим вырастет добрым, активным и светлым человеком. Примеров для подражания у него много. Но, конечно же, прежде всего, это сам Христос. Как мы уже говорили, интерес к уходу Рувима до сих пор не останавливается. Все видео об этом событии, песни и интервью с семьей продолжают смотреть каждый день. Также пишут комментарии, размышления и слова поддержки родителям Рувима, Петру и Ларисе. Причем этот интерес не зависит от вероисповедания. Это событие задевает даже тех, кто считает себя атеистом. Так зрительница Ирина написала. Я атеист, но глубоко сочувствую, сопереживаю и сострадаю. Идеалы человечности и основные нравственные ценности едины для всех. Уже несколько дней, как я открыла страницы сети с песнями Рувима Стокова и его семьи, во мне звучит не умолкая замечательный проникновенный голос, с простыми, добрыми словами, обращенными к Богу, содержащими, по сути, основные законы нравственности. Учишь ты всегда быть судьбой довольным, охранять уста от коварных слов, в трудностях быть радостным и спокойным, с ближним разделять свой хлеб и кровь. День за днем, за каждым поворотом жизни, ближе цель моей мечты. Господи, дай, сохраняя сердце чистым, мудро жить, как учишь ты. Рувим не только уникальная личность, в которой соединились возвышенная красота, чистота помыслов, добрый нрав и глубокий талант. Это удивительное уникальное явление. Достойно восхищения то, что его родители сумели воспитать в нем стремление к идеалам. Восхищает воспитательная работа церкви с молодежью и великолепная организация церковного хора. Восхищает и та атмосфера нравственного благоговения, в которой, очевидно, только и могла сформироваться личность Рувима, как и у других детей стуковых. Она также искренне сказала, что не может принять того, что это было по воле Бога. Несмотря на это, очевидно то, что Бог по-особому касается людей, переживающих это событие. Повторимся, уход Рувима по непонятным нам духовным критериям и причинам затронул и всколыхнул огромное количество людей. На YouTube-канале Рувима Стукова семья продолжает размещать старые видео и новые интервью. Вы можете перейти по ссылке и подписаться на него. На канале Церкви Спасения песня Журавли «Будь со мною» и другие в исполнении Рувима продолжают слушать и назидаться многие по всему лицу земли. Мы, переживая и проходя испытания, не остаемся одни. Нам Бог посылает свидетельства для нашей жизни и Своё Слово, потому что всё из Него им и к Нему, Ему слава вовеки. Мы не одни, и это важно понимать. Важно также знать, что Бог знает всё. Пусть эти слова звучат вдохновением в христианском пути. Для зрителей же, считающих себя атеистами, пусть это пробудит желание прийти к Богу и почувствовать Его заботу и не безразличие. До встречи! Благословений и мира вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова